Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Артем Маланин и моя программа «Мир глазами детей» приветствует вас на телеканале «Вектор». Сегодня в выпуске поговорим о мыле, узнаем, где и из чего делать бумагу и по традиции посмотрим творческий номер. Ну что, готовы? Тогда поехали! Мыло душестое, белое, мылкое, мыло глядит на грязнулю сухмылкую. Ты, погрязнуля, вспомнил про мыло, мыло тебя, наконец бы отмыло. Это отрывок из Майдадыра, Корнея Чуковского. И вспомнил я его не зря, потому что давно хотел расспросить ребят о мыле. Зачем оно нужно, как его делают, почему нужно мыть руки? Интересно, все ли малыши справятся с заданием? Сейчас отправимся на опрос и все там выясним. Мыло делают на фабрике, потом грузовики его выводят в магазин. Мыло покупаем и моемся. Мыло берут в магазине. Мыло бывает белое, жидкое, желтое. Ищите педагоглазки. Люди умывались картошкой, золой, песком, глиной. Мыло очень полезно. Оно убивает микробы. Люди на лаващике делали из сала мыло. Если не мыть руки с мылом, у человека будут на руках микробы. И он может заболеть и испачкать одежду. Я мою руки в 4 раз в день, чтобы не заболеть. Руки нужно мыть как можно чаще, а затем обрабатывать антисептиком. Ведь за окном ходит страшный коронавирус. Мыло – это специальное средство, чтобы мыть руки. Оно бывает твердое, бывает жидкое. И еще нам нужно мыло для того, чтобы стирать одежду. Есть специальное мыло, мама стирает одежду специальным мылом. С вопросами все ребята справились. Но я хочу добавить интересные факты о мыле. Ученые говорят, что мыло появилось еще у древних людей до нашей эры. И его в древности варили из животных жира и пепла. Сегодня мыло производят из натуральных масел. Кокосового, какао, оливкового и так далее. Щелочи и воды. Чего сколько нужно положить в мыло, мыловары считают по специальному мыльному калькулятору. А теперь время узнать от нашего эксперта еще что-нибудь интересное. В эфире рубрика «Вопрос-ответ». Меня зовут Тахил. Мне пять лет. И мне интересно, где делают бумагу. Здравствуйте, дорогие ребята. Вы спрашиваете, где делают бумагу? Отвечаю. Бумагу делают на специальных заводах. Чаще всего на переработку идет ель, сосна и береза. На заводе есть специальные цеха, в которых ведется различная работа. В одном со стволов деревьев снимается кора. Затем древесина размягчается с помощью пара. Это делается, чтобы легче перемолоть ее в стружку. Далее добавляется щелочь, чтобы получить древесную массу. А затем с помощью специального состава отбеливают будущую бумагу. В другом цехе древесную массу высушивают и помещают под пресс. В общем, чтобы получился обычный лист бумаги, потребуется не один час и день, а намного больше. А бумага, как вы знаете, играет большую роль в нашей жизни. Она применяется для письма и печати, в поделочных материалах, в качестве упаковки, для производства денег и многого другого. Я еще добавлю. Оказывается, бумагу делают не только из древесины. Для производства используют также и макулатуру. Это уже выпущенные печатные издания, журналы, газеты, брошюры. Люди сдают их в специальные пункты, потому что информация на страницах устарела или от времени стала нечитаемой. Сбор макулатуры – это очень хорошее, нужное дело. Так мы сможем сохранить больше деревьев. Знаю, что во многих кубкинских школах несколько раз в год собирают макулатуру. Но это уже тема для новостей. А теперь давайте посмотрим, чем нас порадует гость моей программы. Интересно, какой творческий номер мы будем смотреть? Ты скажи мне, реченька лесная, отчего ты звонкая такая? Утром надо мной поет синичка, вот и звонкая водичка. Ты скажи мне, реченька лесная, отчего ты чистая такая? Чистым голоском поет синичка, вот и чистая водичка. Ты скажи мне, реченька лесная, отчего ты синяя такая? В родничке купается синичка, от того и синяя водичка. Я считаю, что все дети в чем-то талантливы. Кто-то хорошо танцует, другие поют или мастерят поделки. Вот и наша рубрика «Талантича» специально создана, чтобы прославлять маленьких звездочек. Если вам интересно узнать, кто будет в следующей программе, включайте телевизор в это же время на следующей неделе. А я с вами прощаюсь. До свидания.